И еще несколько новостей, о которых нам хотелось бы рассказать, что еще важного происходит в нашем городе. 26 автомобилей скорой помощи на прошедшей неделе были переданы Минздравом в больнице Свердловской области, и один из них приехал в Эрбит. При этом, по информации ведомства, все новые автомобили относятся к классу В, то есть оснащены необходимым реанимационным оборудованием, в том числе автоматическим дефибриллятором, трехканальным электрокардиографом и портативным аппаратом искусственной вентиляции легких. Ну а в департаменте информполитики Свердловской области отметили, что за три прошедших года в регион поступили 240 новых скорых, так что доля автомобилей младше пяти лет в этой службе составляет 70%. Подрядчики завершают еще один проект благоустройства из числа запланированных на этот год. Речь о футбольном поле с искусственной травой, которая в настоящее время обустраивается во дворе на маршала Жукова-10. В настоящее время осталось лишь заполнить покрытие резиновой крошкой, установить освещение и завершить монтаж защитных конструкций. Так что, согласно планам, работы полностью должны быть завершены уже на следующей неделе. При этом, как отметил глава города, этот проект благоустройства – лишь один из предусмотренных программой развития микрорайона, которая была подготовлена в прошлом году. Напомним, она предполагает строительство здесь жильям, социальных объектов, обустройство уличнодорожной сети и развитие инженерной инфраструктуры. Ознакомиться с основными параметрами программы можно на официальном сайте администрации города. 49% акций Ирбитского молочного завода продано на торгах за 1 миллиард 175 миллионов рублей. Так что совладельцем предприятия стала компания «Смарт-проект», которую эксперты связывают с группой Синара. Напомним, согласие на продажу акции дали депутаты Законодательного собрания Свердловской области в августе, тогда выступая перед парламентариями. Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов объяснил, что продажа акций частному бизнесу позволит найти инвестора для предприятия. На Ирбитском молочном заводе сегодня говорят о том, что без продажи акций предприятия не смогло бы выйти на новый этап развития. Предприятию не хватает ресурсов для модернизации производственных линий и запуска новых линеек. На все это нужны средства инвесторов заявили в пресс-службе завода.